Да, видите, Юханас Рис. Вот смотрите, это одно из центральных, это не огромное количество поэзии в то время было, но он один из аторов такого стихотворения, которые стали символом барокко того времени. По-русски читаю, хотя помню строчку по-немецки начало. Вот это самое, Эвичкает, вот личность, Эвичкает, это Ду Донна Вод. Ты, слово грома, громовое слово громовое. О, вечность, громовой раскат, О, меч, которым грудь пронзят, О, путь без завершения, О, вечность, время без времен, Какой печалью я сражен, следя твое струенье. И в дроже страха дух поник, С гортанью склеился язык. Такого горя в мире нет, Которое с течением лет Бесследно не проходит. И только вечность длит свой ход, Свой бешеный круговорот Бесцельно за нос вводит. От мрака вечного пути Никто не может нас спасти. О, вечность ты душе страшна, Твоя безмерная длина Не допускает шуток. На вечную взираю ночь, И муки мне не превозмочь, Ее мне облик жуток. Непредставимо широка Струится вечности река. Это то, на что Бах писал свою музыку. И это было то, в чем они жили. А что это нам напоминает? Личное отвращение? Нет, из поэзии. Из русской поэзии. Ну, кто у нас был представителем Барочной поэзии? Держарин Гаврил Романович. Да? Абсолютно он как бы отвечает на это, да? Река времен в своем стремлении Уносит все дела людей И топит в пропасть изобвения Народы, царства и царей. А если что и остается Сквозь звуки лиры и трубы, То вечность чужерлом пожрется. И общей не ведет судьбы. Он писал это позже, да? Но он все-таки представитель Тот же самой культуры Барочной. Просто вы должны иметь в виду, Что они ничего не боялись. Это мы сейчас боимся. Слово смерть, Рассуждение о смерти и так далее. Для них, они просто смеялись. Я говорю, господи, да вы же подросточки. Вы же самое главное в жизни В мире не понимаете. Вы боитесь того, что делает Единственное, что делает Жизнь насыщенной, осмысленной И оправданной. Вам что-нибудь говорит Такое понятие, как Тридцатилетняя война. Это одна из самых страшных войн, Которые происходили в истории Человечества. То есть после Тридцатилетней войны Осталось четверть Населения Германии. Можете себе представить Четверть Все остальные погибли. А у нас мы многое знаем Из этого периода. И, кстати, и великой поэзии, Великой музыки. Генрих Шютц, например, Великий композитор. А Бак творил сразу после этого. Они жили Вообще человечество Большую часть своей жизни. Это же мы Мы же избалованы невероятно. Мы невероятно избалованы. А чаще-то большая часть Своей тысячелетней Десяти тысячелетней истории Жила В постоянном Преодолении Выживании Смерти И в тяжелейших Условиях Рождалось Величайшее искусство.